Автомобиль Выпуска 1914 года Сначала немного истории Машины с таким названием Строились с 1908 по 1921 год Казалось бы, всего 13 лет Но за счет необычной конструкции Узлов и агрегатов Компания сумела вписать свое имя В историю автомобилестроения Чарльз Мец, отец основания Начинал, как и многие, с велосипеда Но неугомонный инженер Все время искал что-то новое Кто сделает многоместный велосипед? Кто установит на него мотор внутреннего сгорания И по сути станет одним из первых создателей мотоциклов Квадроциклов и трициклов Кто приладит электромотор? Но Чарльз смотрел в будущее И там место под солнцем Отвоевывали автомобили с бензиновыми двигателями Чарльз Мец был затейником Это он придумал отправлять машины в ящиках Чтобы человек сам мог собрать себе автомобиль И тем самым сэкономить денег Человек постепенно мог покупать Он даже самолеты так продавал Эх, прошлое Пора в прошлое Сегодня 20 ноября 2013 года Для чего я говорю эту дату? Для того, чтобы вы поняли, как долго мы будем снимать данный проект Сегодня мы начинаем реставрировать автомобиль Машину будут реставрировать в мастерской Камыш-Маша Причем машина не просто старая, а супер старая Это Мец 1914 года Добрый день Так, давай, Олег, заднее кольцо Так, давай, Олег, заднее кольцо Вместе к моему, заднее кольцо Кольцо на сегодняшний день мы имеем что у нас стоит рама стоит она на подставках собранными масты задний и передний моторный щит тоже установлен дальше у нас открашены крылья и некоторые кузовные детали то есть мы их можем уже установить на автомобиль согласен? да Ваня у вас с мотором все нормально? да установлена новая головка все опрессовано все проверено в порядке поршни проточены под новую голову можно устанавливать и пробовать заводить на память то есть ладно тогда нам сейчас быстренько его в цех и мы наверное сегодня будем устанавливать хорошо а трансмиссия на что готовы цепи готовы ступицы готовы колеса то есть мы тоже можем устанавливать также у нас бензобак уже тоже готов бензобак готов но это мы отложим потому что мы за один день ничего не успеем хотя бы это все успеть собрать капот открашен капот открашен да радиатор когда согласен радиатор надо прессовать еще у нас покрашен правда но не прессован еще по этому делу ну вот новая информация появилась просматривая форум обнаружились вот такие интересные фотографии на которых мы видим что низ моторный у нас закрывался вот таким кожухом покопав значит информацию выяснилось что он создает аэродинамический эффект без которого вот этот вентилятор будет фактически молодить впустую он не будет обдувать двигатель значит нам нужно этот кожух тоже строить по образу и подобию я распечатал некоторые фотки мы видим как он подвешен на пружинах у нас появилась новая информация с форма нам придется делать еще одну деталь значит это вот такой кожух который крепился под моторным под мотором он нужен для того чтобы создавать аэродинамический эффект иначе наш вентилятор на маховике просто впустую гоняет воздух нам нужна труба чтобы внутри нее стоял двигатель тогда он будет хорошо обдуваться и не будет закипать вот на этих фотографиях хорошо видно как подвешен этот кожух как сделано элемент выступ под рулевой редуктор да так а вот это на что фотографии так понял у нас не хватает этих деталей да это деревянные деревянные накладки на раму для крепления капота да вот здесь вина планка собственно сам крюк крюк у нас есть и и здесь хорошо видно как далеко выходит деревянная накладка за дверь передние крылья нашего автомобиля сохранились очень плохо есть сквозные дыри также они кое-где помяты мы решили поставить заплаточки для того чтобы они не выглядели новодельными мы возьмем старый кусок лист металла тоже ржавый и он не будет выделяться это будет такая заплатка будет практически незаметно к сожалению время сделала свое черное дело и скорее всего эту фару нам придется менять искать на американских сайтах аналог и заказывать его суда слишком большие утраты на корпусе это уже восстановить скорее всего не удастся вот есть вариант пар торги пока еще не закончены внешний вид отличается но зато они полностью комплектные у них есть горелки газовые отражатели обода стекла но они не похожи на наши эти пары больше похожи на наше состояние у них гораздо лучше они тоже комплектные у них есть стекла горелки и отражатели до конца торгов 7 дней 17 192 доллара пока что 6 ставок попробуем их купить или так что за автомобиль это автомобиль мец 1914 года модель 22 тип кузова родста выпускался этот автомобиль компании медс компании с 1912 года по 1915 отличительная особенность этого автомобиля том что у него отсутствует коробка передач вместо нее используются известные механики лобовой вариатор эта машина была доставлена из америки достаточно в плачевном состоянии ржавые помятые панели кузова заклинивший двигатель бензобак наполовину забитый мусором покрышки полностью непригодные для езды убитые подшипники и трансмиссия реальный износ автомобиля примерно 20 процентов то есть 20 процентов деталей вы практически изготавливаете заново или восстанавливать 20 ну так скажем от его ресурса осталось всего 20 процентов отсутствующие детали изготавливаются в камышине на нашем заводе либо в нашей мастерской если на то позволяет наш станочный парк остальные детали мы заказываем за рубежом опять же если мы их найдем машина очень редкая запчасти больше не выпускаются одна деталь у нас сохранилась только благодаря тому что она латунная мы можем ее в принципе поставить на новые фары если на такой же детали новых фар будут в штамповке так покрышки найдены 30 на три с половиной дюйма 23 обод рисунок протектора совпадает размеры тоже берем сколько процентов дерево в машине на сколько процентов он состоял сиденья и частично кабриолет был деревянный верхние планки я так понимаю что деревяшки дерево практически не сохранилось да дерево кроме моторного щита больше ничего не сохранить то есть сейчас мы можем посмотреть как реставрируется ремонтируется непосредственно сиденье изначально это сиденье составил из вот таких гнилых палок практически которые приходится полностью переделывать по сохранившимся деталям этого сиденья некоторые части изготавливаем по картинкам из интернета замок он оставится по ходу и то есть в в левая и правая сторона здесь отмечена все пока наживили кириллевое колесо может вы ослабляли двигатель у нас имеет 4 цилиндра объем 2 и 9 литра с них снималась с этого двигателя снималась 22 с половиной лошади точно так же как у форте он нижноклапанный магнета фирмы bosch карбюратор аналогичный ford у т фирмы kingston охлаждение только верхней головы этого конечно было недостаточно поэтому конструкторы компании мец пошли на хитрость они сделали маховик в виде вентилятора вот его лопасти это создавало принудительное охлаждение двигателю который был склонен к перегреву у него были заклинившие поршни непосредственно голова блока цилиндров было с трещиной и восстановлению не подлежало поэтому нам пришлось заказать оригинальную алюминиевую голову из америки мы ее здесь уже адаптировали к этому двигателю еще чуть-чуть все пройдем сейчас мы опустим двигатель на его посадочные места и подсоединим вот этот ведущий вал через демпферные пластины к маховику тем самым вал сможет совершать поступательные движения взад и вперед это необходимо для того чтобы в лобовом вариаторе менять степень прижима ведущего катка не медленней перемычку снимать так стоп 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 если я правильно понимаю от двигателя вы по этому валу усилия приходит на алюминиевую вот эту пластину правильно куда и передается на крутящий колесо который уже сама приводит в движение автомобиль это решалось следующим путем с помощью вот этой педали водитель вжимал ее и этот вал вместе вместе с этим диском подавался назад и тем самым усилия сцепление валов увеличивалась получается такой некий ручной вариатор да готова крыла мы специально не подготавливали поверхность старую то есть на ней сохранилась фактура это сделано для того чтобы как можно точнее передать возраст автомобиля но некоторые фрагменты которые уже были утеряны пришлось заменить вот здесь видно новодельный металл он аккуратно варен это старая прохладка родная ну на ней следы уже разрушения видны будем заказывать новую это старая голова блок цилиндров здесь мы видим сколы и раковины и также есть большая трещина вероятно она была очень сильно затянута шпильками и ее перекрутили переезжали из-за этого чугун лопнул такую голову оригинальную найти тяжело но возможно но не факт что она будет без дефектов то есть по всей видимости это может быть такая же мертвая голова как и это это крыло да Да, да. Ну что, есть? Да. Ты про вверху украли. Так. Что? Где вас показывать? Да не видел снимать. Зачем? Ну, живут за хуя. Ну, это здесь. Васильчик на руках не удержит. Нет, ну смотри. Придержи тут, ясно. Да это вы медленно крутите. Тут же магнитон. Валя дал на три. На три вспышки. Классно странно. Качается сразу и туда, и сюда идти. Васильчик, ну все правильно. Ну, уж ради. Ну, уж ради. Первый. Четвертый, третий. Все правильно. Давай. Ну и все, хватит. Пыхнул у нас. Самое правило. Плаком. Ну и все. Здесь все. То. Этот иный. Там. Здесь. Давай, давай. Перехватывай сюда. Их да. Теперь здесь. Вейс. Давай, давай. Вот. Здесь. Вейс. и восстанавливать вроде много не надо сейчас мы чистим газовый генератор можно сравнить верхнюю часть и нижнюю верхняя уже очищена нижней еще нет вот нижняя часть она еще в краске в окислах и вот верхняя часть она сейчас в химическом растворе очищается от окислов красочный старый слой уже удален рулевой механизм не цепляет за кожух так давай смотри Значит деревяшка будет как, так под крылу наверно? А здесь как она закончится? Вот идёт прямо. Прямо. Это можно отдавать краски, я думаю. Смотри. Это понятно. Я иду до трехлая. 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 Ёпп. Ну. Всё. Держи. Трехлая. О! Держи. От коробки, Олег. Продолжение следует... 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 Но, как мы видим, теперь колеса начинают быстро расшатываться, и гнилое дерево просто выскакивает из своих мест. Так что то, что это сейчас произошло, это даже хорошо, потому что будем теперь устранять на всех четырех колесах, скорее всего. Конечно, если бы это было на большой скорости, то повреждения были бы гораздо большие. Так что сегодня счастливый день для этого МЕЦИ. Ну вот, сегодняшние испытания у нас закончились небольшим происшествием, но будем надеяться, следующие будут более удачные. Наше разломавшееся колесо. Смотрим. Спицы по внешнему виду не отличаются от старых, и это самое главное. При этом они сделаны из нового дерева. К тому же пришлось поправить геометрию переднего моста. У него был неправильный развал. Под прессами это сделать удалось, и теперь колеса стоят абсолютно правильно. Несколько слов о радиаторе. Тут стояла неродная пробка, и она плохо завинчивалась, резьба была сорвана. Пришлось переделать внутреннюю резьбу, внешнюю крышку. И также установили вот такой вот симпатичный винтажный термометр. Несколько слов о том, что было сделано по передней панели, лобовому стеклу, рулевой колонки. Начнем с передней панели. Здесь появилась кнопочка выключения двигателя. Это прерыватель магнета. Лобовое стекло у нас состоит из двух частей. Некоторые элементы были утрачены. Но изучив немножко историю, мы узнали, что у фордов Т того времени были похожие детали лобового стекла. И что-то мы заказали из Америки, что-то доделали сами. И полностью восстановили лобовое стекло в том виде, в котором оно раньше было. По рулевой колонке вот этот рычаг ручного газа был нами смещен наверх. Ось этого рычага, проходящая через рулевую колонку. В связи с чем это было сделано? Когда он стоял ниже, вот в отверстии в рулевой колонке ниже, он прямо упирался в коленку водителя. И любая попытка нажать или отпустить педаль приводила к тому, что ручной газ сразу же коленкой поднимался вверх. И мотор просто начинал дико орать. Водитель пугался. И в общем это была не езда. Теперь, когда он смещен наверх, этих проблем нет. Ноге теперь ничего не мешает. И можно спокойно выставить ручной газ. И не бояться, что ты его случайно заденешь коленкой во время переключения. Еще были доделаны нами замки капота. К сожалению, на автомобиле, который к нам пришел, они вообще полностью отсутствовали. Теперь наш капот хорошо и надежно застегивается, закрывается. Сегодня мы занимаемся изготовлением и подгонкой конструкции кабриолета. После того, как мы закончим, обивщик сошьет мягкий верх, который будет натянут на этот каркас. И автомобиль получит крышу. Это финальная, в принципе, часть работ над этим автомобилем. Сейчас мы натягиваем шнурок для того, чтобы увидеть силуэт будущего кабриолета, крыши. Пока у нас не сшит мягкий верх, на этом этапе мы можем с помощью шнурка подрегулировать вид, форму нашего кабриолета. ПОДПИШИСЬ! 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 Там слабину сделай Где? Вот здесь? Да, 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 еще слабо сделай Да вот Еще слабо Мыло маловато Ага Так как карбидный газовый генератор Штука достаточно опасная Для того, чтобы проверить Как у нас горят фары Мы подсоединили простой пропановый баллон В большинстве случаев Каждый владелец автомобиля Располагал вот этот горн Так как ему было удобно Некоторые его крепили на дверь вниз Чтобы левой рукой нажимать Мы решили установить его в такое место Где, на наш взгляд, им пользоваться удобнее всего Это классическая керосинка Эти ходовые огни Зажигали обычно В сумерках Когда от газовых фонарей толку было мало И они выполняли роль Обыкновенных габаритных фонарей Вот так работники Камыш Маша Все рассказали про этот автомобиль за меня Давайте лишь заострим внимание на некоторых моментах А потом я обязательно прокачусь на этом чуде Но сначала к мотору Четырехцилиндровый Объемом около двух литров Мощностью 22 лошадиные силы Его главная особенность Литой блок В то время чаще цилиндры отливались отдельно или попарно Картер алюминиевый Где верхняя его часть служила опорой для коленвала В двигателе установлен масляный насос По тем временам вещь прогрессивная А вот помпы здесь нету Охлаждение термосифонное Тут даже вентилятора принудительного охлаждения нету Рулевой редуктор открыт Незащищен от пыли Литол наш друг Подвеска рессорная Крепится к раме Кузов, жесть и дерево С парой ящиков под сиденьем И снова карбидная установка И снова помогает Артем Давай Поддай газу-то Это, кстати, настоящий датчик температуры охлаждающей жидкости Но в то время воды И повернут он должен быть в сторону Водителя Вообще старые автомобили полны ритуалов Чтобы вечером поехать Помимо того, чтобы зажечь карбидные огни Нужно еще зажечь Керосиновые ходовые огни И бегать тут зажигалкой вокруг И так, прежде чем заводить сей чудный автомобиль Краткий экскурс в органы управления Так как для нормального человека Они, наверное, больше заклинят мозг, чем что-то подскажут Итак, что мы тут имеем? Перед нами три педали Но это не те педали, к которым вы привыкли Крайняя слева Тормоз, причем с блокировкой Посередине педаль сцепления Которую надо со всей силы нажимать Чтобы автомобиль поехал С левой стороны, нет, с правой стороны Педаль тормоза Но не уверен, что работает Есть еще маленькая педенка на полу Которая открывает прямоток в глушителе Сколько она добавит лошадиных сил? Не ведаю Также газа на полу нет Газ есть только на руле Коробка переключения передач Насколько здесь вообще можно переключать передач Имеет семь положений Я выжил сцепление Извините Семь положений Как они работают? Я тоже не совсем понимаю На ходу разберемся Ну и по традиции Вы меня, короче, поняли Стартера в то время не было Значит, ритуал никто не отменял Здесь есть вот такая штучка Это тоже ручной газ Ну, поехали С божьей помощью Ничего не должно капать там, я не знаю Не, не должно Краник там открыт Открыт Понятно Дай я Шаткая конструкция раскачивается на ресорт Виляющая на любой неровности бедра Люфт руля хоть и незначительный Но постоянно машину надо ловить и подруливать В теории МЕЦ можно разогнать до 50 миль в час Или 80 км в час Но, наверное, надо родиться в самоубийстве Во всей этой истории меня напрягают только тормоза Они как бы есть, но их явно не хватает Расход удивил примерно 6 литров на 100 км Что даже сегодня хороший результат Хотя, если посчитать вес, а это 400 кг То становится понятен расход Кстати, в 1913 году МЕЦ был представлен на 4-й автомобильной выставке в городе Санкт-Петербурге Его продавали за 1950 рублей Это значительно дешевле других конкурентов Но за год было продано всего 3 автомобиля В то время как вообще в Санкт-Петербурге области было 2053 самобеглых коляски Данный автомобиль имеет номер немногим более 22 тысяч При стоимости в то время около 400 долларов машина была популярна Вот только дожили до сегодняшнего дня единицы А прогресс и более совершенная конструкция ходовых узлов у автомобилей у конкурентов Привели компанию к банкротству Старые автомобили, они капризные Не мне судить, хороша машина или нет Но она уже заслужила место на олимпе автомобильной истории Куда мы с вами обязательно еще раз заберемся Продолжение следует...